Всем привет! Привет, дорогие слушатели! Здравствуйте! Как у всех дела? Очень рада всех видеть. Хорошо, дорогие друзья, значит, у нас новая серия уроков. Меня зовут Яэль, и у нас будет сегодня новая серия уроков, которая будет посвящена шабату. Как трансформировать свой шабат, как сделать шабат таким очень вдохновляющим переживанием для нас, какие-то новые идеи, какие-то новые инсайты, как вообще вознести свой шабат на еще больший духовный уровень. Хотя куда уже больше, но есть куда расти всегда, дорогие друзья. Итак, значит, мы сегодня будем с вами учиться на эту тему. Мы посвящаем урок. Обязательно. Зевук Александра Бен Роза Шушана, Рифуа Шлема и Чува Шлема, Алекс Бен Цион Бен Белла. Также, секунду, мне прислали здесь сообщение. Так-так-так, возвышение души Эфрат Малкабад Сара. Эфрат Малкабад Сара, возвышение души. И хорошо, чтобы все заслуги от нашего обучения пошли на те цели, на которые мы сейчас сказали. За зевук, за поднятие души. И хорошо, давайте мы с вами начнем. Значит, мы с вами будем заниматься по следующим книжкам. У нас такое сегодня вступительное занятие, поэтому я, как настоящий учитель, демонстрирую вам нашу литературу. Значит, первое, что у нас интересная книжка, это вот это. Она называется «Ламет Ваф». «Ламет Ваф» — это истории, рассказы Рава Шлома Карлбаха, «За Цаль». Различные вдохновляющие хасидские истории. И там есть очень интересные истории про шаббат. Эту книжку я очень люблю. Если у кого-то есть возможность почитать на английском, это обязательно, чтобы вдохновиться еще больше, служить Всевышнему в радости. Следующая книга, наша основная, это вот «Шаббас Ин Май Сол», который написал Рав Борухлев. «70 сильных уроков, чтобы иллюминейт, осветить наш шаббат». Книжка тоже потрясающая, на английском языке, в свободном доступе, пожалуйста, читайте эту книжку. И также я сегодня хочу вам сказать, что я услышала на уроке своего Рава про шаббат, который у нас будет. Вот. Книг много и интересного материала тоже много, поэтому потихонечку идем. Но, да, давайте с вами начнем. Значит, из первой книги, которая называется «Ламат Вав», мы знаем, что шаббат – это вообще седьмой день, да? «Седьмой день творения». И там написано в этой книге, что самая последняя... Какая самая последняя точка перед началом шаббата? Когда женщина зажигает шаббатные свечи – это самое сильное исправление в этом мире. Окей? Такая история написана про шаббат. Исправление тикун, да? Тикун в этом мире, когда происходит зажжение именно шаббатных свечей. И там есть такая маленькая история, с которой я хочу начать. Рав Шлома рассказывает. Вы знаете, есть наружная часть шаббата, есть внутренняя часть шаббата. Шаббат – это йом-минуха, да? День покоя. Мы не ходим на работу, мы не ездим на машине, мы не разговариваем по телефону, мы не делаем нашу там стирку, мы не там обналичиваем чеки. Да, возможно, это как бы отдых, это спокойствие. Но это только у нас внешняя часть шаббата. Мамаш – внешняя, самая-самая внешняя часть шаббата, да? Когда мы вот физически не делаем того, что мы делаем в обычную неделю. В течение шести дней недели мы так заняты, и мы не знаем, что делать, да? Мы не знаем, что с нами делать. Мы постоянно куда-то бегаем. Мы быстро молимся. Так, секунду, извините, я просто добавляю наших людей в зуме. Да, мы быстро молимся, мы не можем остановиться, чтобы спокойно позавтракать. Постоянно бежим на работу. И вот, допустим, у нас сломалась машина. Нам нужно ее срочно починить. Где такси? Я опаздываю, да? То есть мы постоянно в каком-то находимся лахаться. Мы постоянно куда-то бежим, постоянно что-то делаем. И то же самое в наших отношениях с людьми. Этот, допустим, на нас злится. Этот с нами не разговаривает. Наши дети нас не слушают. Или наши отношения с мужьями и женами. То есть постоянно что-то происходит. To make it very short, чтобы сказать кратко, в течение недели, мы хотим мира и спокойствия. И, конечно же, отдохнуть. И затем приходит шаббат. Шаббат, реальный шаббат, это абсолютно другой мир. Мы находимся вообще в другом измерении. Мы переходим в другую реалию. Это как будто ли мы меняем наш адрес. Может быть... Секунду. Как будто ли мы меняем наш адрес. Может быть, не снаружи, да, физически мы находимся все в тех же местах, в тех же стенах, да, вот, может быть, мы ходим кому-то в гости, но внутри себя, в нашей душе мы меняем наш адрес. И ты видишь, когда Всевышний Он как бы убрал Адама и Хаву из Ганедена, Он разрешил часть их души остаться в Ганедене. И сейчас каждый знает, что Адам и Хава в них содержатся contained within them the souls of all the Eden, да, то есть все души всех евреев находились в них, которые жили и которые будут жить. И часть нашей души всегда, так как их тоже часть души осталась в Ганедене, и часть нашей души тоже осталась в Ганедене. И на шаббат, рибаношу ля лам, да, хозяин этого мира, дает нам обратно часть нашей души. Это нашама и цера, которая дополнительная душа, которая спускается к нам в шаббат. Откуда она к нам спускается? Она спускается к нам каждую неделю на шаббат. У нас есть возможность вернуться в Ганеден, да, потому что она спускается к нам оттуда. Мы можем получить божественное, да, вот это вот спокойствие, шаббат шалом. И мы можем чувствовать себя complete, да, шлемут, законченными, в хорошем плане, да, то есть полными. И реально можем почувствовать вот эту вот минуху и спокойствие. Это такое introduction, ведение к тому, что у нас дальше будет. И книжка, которую мы будем с вами разбирать сейчас, начнем мы с самого начала, с пролога, от автора, да, пояснения, почему, что он думал, когда он писал эту книгу. «Я вижу себя», говорит наш автор, «и стою я перед Всевышним после 120 лет на этой земле, и мне очень страшно, потому что ангелы, которые там, они говорят». Перед нами стоит кто-то, кто написал эту книгу про святость шаббата. Он разделил свои идеи о том, как, да, how to grow from Shabbos, как вырасти в духовном плане от шаббата. И давайте сейчас проверим его шаббат. Он реально жил так, как он написал эту книгу, и автор говорит, здесь мое покаяние. Одна вещь, которую я выучил в написании этой книги, это на самом деле не легко испытывать и переживать такой meaningful, вдохновляющий шаббат, да, со смыслом. Это на самом деле нелегкое задание, потому что, друзья, мы все знаем, что когда мы бегаем где-то там в течение недели, потом бум, мы прибегаем, сталкиваемся с шаббатом и сразу поднять себя на какое-то супердуховное переживание и уровень, немножко тяжело, немножко мы устаем. И автор говорит, Раф Лев говорит, что намного легче написать про то, что, про шаббат, да. Я пытаюсь жить так, как я написал, да, как я другим советую, но на самом деле мой шаббат такой вдохновленный, как я написал в этой книге. Это правда, что я единственный, который написал вот эту вот книгу, да, которую мы с вами читаем сейчас, но я не лучше, чем вы, мой читатель. Мы вместе с вами сотворяем наш шаббат, чтобы он стал на новый уровень. И поэтому вы читаете эту книгу. Мы теперь с вами ее читаем. Это очень длинный процесс, и он не происходит вот так вот, да. То есть наша задача, друзья, на протяжении, когда мы будем с вами учить эту книгу, вдохновиться и перевести себя в новое такое духовное состояние, чтобы, когда приходил шаббат, мы реально ощущали эту вторую дополнительную душу, которая к нам спускается из Ганедена. Но это не легкая задача. Это очень долгий процесс, над которым мы будем с вами вместе работать. И не происходит быстро. Но если мы будем делать маленькие шаги, каждый шаббат мы будем двигаться ближе к нашей цели. И как один мудрый человек сказал, неважно, на какую высоту по ступеням, на какой высоте на ступеньках вы находитесь, пока вы по ней идете, пока вы идете по этим ступенькам. То есть неважно, куда вы забрались, на какие высоты, если вы идете, если вы не стоите на месте, это самое важное. И вместе мы можем сотворить с вами более такой очень святой шаббат. Если мы с вами будем работать, да, ментально, духовно, и по маленьким шагам будем разбирать эту книгу как вдохновляющий такой гид, мы можем очень вырасти духовно. И принести больше радости себе, нашим семьям, и самое главное, Всевышнему. Хорошо. видение. Как эта книжка появилась? Откуда вообще она взялась? Когда мы думаем о шаббате, что мы думаем, когда нам говорят слово шаббат? Что наш автор думал, когда он думал про шаббат? Он рассказывает историю о том, что строил суку и... А, нет, он не строил, он разрушал свою суку, и он почувствовал себя немножко опустошенным. Как это все закончилось? Моя связь и моя близость со Всевышним в течение дней покаяния и Йом-Кипура, и суккота, когда мы все вместе сидели в сукке и была семхат Тора, неужели это все закончилось? Мы знаем, что у нас вот есть эти праздники, когда мы чувствуем себя онэхай, да, то есть мы просто, мы находимся в каком-то таком сумасшедшем духовном переживании. У нас один праздник за другим праздником, мы работаем над собой, мы духовно растем, потом приходит суккот, мы все вместе радуемся и так далее, потом раз, оно все заканчивается, мы разрушаем нашу суку, да, ее разбираем, и у меня 100% такое ощущение пустоты, да, что, ой, а куда это все делось? Мы знаем, что самая главная работа после этого, вот эту всю духовность шефу и браху, вот эту святость и свет, применить это все в нашу... ежедневную жизнь, поэтому это самая главная наша работа. Так вот, автор говорит о том, что он сильно переживал по этому поводу, и что будет дальше, да, что будет с теми ощущениями, которые были в прошлый месяц, и смогу ли я продлить свою тшубу, да, которую он сделал, и смогу ли я улучшить свой год, так как я говорил Всевышнему, да, что я исправлю, что я улучшу свой год. Я посмотрела обратно на свои праздники, которые сейчас прошли, да, взглянул на них, и радость вместе со страхом осуждения Роша Шана, да, не осуждения, а суда в Роша Шана, она все перемешалась. Realizing that God cares about me to such an extent, and he analyzes, ok. So, он понял, что Всевышний так о нем заботится, что он сам Всевышний анализирует его поступки, да, и помогает исправить ему какие-то вещи, которые он хотел исправить. слезы, которые он там лил во время Нила, да, это у нас одна из молитв Йом-Кипур последняя, да, когда у нас закрепляется приговор печати. Все, что это происходило, Всевышний сам рассматривал его случай. Радость от того, как он строил суху и жил в этой суке, и знает, что Всевышний присутствовал в этой суке вместе с ним. И каждая, каждую вещь, которую он делал в суке, это митцва, понимая, что сука была построена как дом для Всевышнего, и чувствуя, что в суке был вот этот вот хедер-яхуд со Всевышним и со всей семьей, да, хедер-яхуд это такая комната, где замужняя пара, да, когда они женятся, они идут в такую комнату, где они уединяются вдвоем, и так в суке у нас всегда такой яхуд уединения со Всевышним. Как вообще могли произойти вот эти вот, как я могу спуститься, он говорит, после вот этих вот всех духовных переживаний высоких. Как я могу сейчас вот все эти переживания, весь этот experience запустить свой год, и как я, вообще, как я могу вырасти от того, что произошло духовно. И он не понимал до тех пор, пока он не прочитал недельную главу Берешит. Окей, Берешит — это у нас недельная глава, которая самая-самая первая, в Торе мы читаем новое начало. И как только он прочитал послуг, Берешит Барай Локим, в начале Всевышний сотворил. Творение в самом начале, самое новое творение. Через покаяние последних недель я стал новым созданием, новым вот этим вот творением я снова родился. как Раббейн Уйона говорит, что каждый человек должен себя рассматривать, когда он делает шуву, когда он делает покаяние, выкинь все свои грехи и рассмотри себя, как будто ты только что родился. У тебя нету ни заслуг, ни грехов. Ты находишься в самом начале своей жизни. Раббейн Ахман Мебреслов тоже всегда говорит, что мы постоянно создаемся заново. Постоянно у нас происходит процесс перезапуска и ощущение как бы ньюнез, то есть ощущение, что мы новые каждый раз, каждый день. И здесь то же самое. Когда ты делаешь шуву, ты полностью обнуляешься. И вот что Медраж говорит. Покаяние в течение дни покаяния приносит такую историю, что Всевышний тебя создает заново. И если я самое новое создание, я не связан со своими прошлыми какими-то привычками, которые меня формировали. У меня есть сила создать год, который будет заново, он будет отличаться от предыдущего года. Возможно, новый я, у него будет способность схватиться за то вдохновение, которое он получил в эти дни, в дни праздника. Нету никаких условий, совпадений в еврейском календаре. Это создание нету совпадений. Это специально, почему мы читаем именно главу Берешит сразу после того, как заканчивается суккот. Это нам напоминает, что мы созданы заново. То есть мы сделали чуву, мы сделали покаяние, и все мы обнулились, друзья. И мы просто новые создания. У нас нету никаких криминальных историй совершенно. Мы новые и свежие, как говорит Раф. И мы можем сейчас вот эту святость и вдохновение, которое мы взяли из тех дней, из праздников, запустить в Новый год. Также он говорит, что он все-таки искал что-то большее. То есть он усвоил себе эту идею. Это очень хорошая идея, друзья. Если кто-то suffering страдает с тем, что где взять вдохновение, что же делать, скучаете по праздникам, как я, то это отличная история, что мы заново себя создаем. значит, он говорит, что ему все равно нужны были какие-то практические техники для того, чтобы свои духовные высоты, которые он чувствовал, применить, где бы он мог найти эти практические техники. Изучая Брешит, первую главу Торы, он нашел такую идею. После того, как Каин покаялся в своем грехе из-за того, что он убил Эвеля, Ашем дал ему ос. Ос – это специальный знак. И Медрошем говорят, что ос – это вообще абсолютно разные знаки. Одни говорят одно, другие говорят другое, но есть идея, один такой подход, что Всевышний дал Каину знак Шабата. И Несивот Шалом объясняет, что Каин ему было очень страшно, что у него не будет возможности достигнуть высокого духовного уровня после того, как он покаялся. И он переживал, что когда его беседа со Всевышним закончится, беседуют о покаянии, он лишится этого вдохновения. И в ответ Всевышний дал ему Шабат. То есть он сильно переживал, Всевышний сказал, держи Шабат. И самый главный посыл Всевышнего, его сообщение было то, что если Каин будет соблюдать Шабат с правильной каваной, с правильной идеей и чувствами, у него будет возможность достичь той святости и того покаяния, которое у него было, то есть которое он хочет достичь, что у него останется вот это вдохновение. Шабас это реально ресурс для всей Чувы, потому что корень Шабата Шав обозначает возвращение, покаяние. Мы знаем, что Чува это тоже возвращение к ответу. Вот почему Адам решен. Он услышал о силе Чувы, которая спасла Каина от суда, от сильного суда, и он, Адам Аришон сразу провозгласил мизмор ширли йом ха шаббат и спел особую песню для Шабата. И Адам понял, что Чува, которая идет от Шабата, она очень-очень сильная. очень удивительно, но то же самое, что Йом Кипур помогает нам, да, сделать Шува о своих грехах, то же самое делается, когда мы соблюдаем с вами друзья Шабата. Гемора говорит, что кто соблюдает Шабат правильно, с правильной каваной, с правильным намерением, он прощается за его грехи, даже если грех это идолопоклонство. Может быть, да, в общем, это написано в Геморе, это очень интересно. Каждый Шабат это у нас новая волна вдохновения. И задача нашего автора, чтобы мы с вами смогли присоединиться к этому вдохновению. Я должен молиться в Шабат более серьезно и с большей каваной, концентрироваться на словах в Шабат в Шабат молитву Амидаш Моне Эсре Ветахер Либену Ловдеха Бемет Очисти наше сердце, чтобы служить тебе в святости. Это у нас в Амиде написано. Если я могу достичь вот этой тара святости, которую я достигаю в течение дней покаяния, то же самое может произойти в Шабат. Если я начну изучать законы Шабата для того, чтобы быть уверенным, что я знаю, как правильно соблюдать Шабат, я должен подготовить слова Торы и духовные различные дискуссии и темы для того, чтобы мой Шабат стал более святым. Мы знаем, что иногда мы можем отвлечься и разговаривать Шабат не на особо духовные святые темы, но для того, чтобы мы Шабат подняли на больше такой уровень, очень важно друзья, Бартура готовиться к Шабату. А также возможно этот автор говорит, что возможно мне тоже нужно спать меньше и учиться больше и быть с моими детьми больше, когда наступает Шабат. И сейчас у него есть практический план для того, чтобы вырасти в духовном плане, как он себе запланировал. Ашем дал ему красоту Шабата для того, чтобы достичь такой же духовности, которую он достиг в Ямим Нурайим. Если он будет относиться к Шабату как к Дню покаяния, у него никогда не I never have to go more than a week without spiritually recharging myself. То есть у меня всегда каждая неделя будет как будто я себя духовно заряжаю. Мы знаем, что Шабат это ресурс для всей брахи. И в Шабат мы можем зарядить себя духовно на следующую неделю. Это вот он все рассказывает, все свои размышления. И потом он сказал, что он собрал свою сукку, которую он собирал и размышлял в этот момент. И сейчас она делает это не со страхом, что у него сейчас не будет вдохновения после всего этого, а с уверенностью, что когда I build it again next year, когда я построю заново свою сукку в следующем году, это будет чувствоваться как будто ли я ее никогда не покидал. То есть вдохновение от праздника, которое он приобрел и от шувы, и вот это состояние обновленности, оно будет с ним весь год, потому что он решил соблюдать шаббат со всеми правильными каванод и намерениями. Вот, друзья, это наша тоже с вами задача, чтобы это сделать. И у нас осталось чуть-чуть времени, вернее, совсем не осталось, но я все-таки хочу вам рассказать. Итак, значит, Раф Ревсон рассказал очень интересную историю, секрет из Зора Раф Йонария Ревсон, что будет происходить в этот шаббат. Значит, у нас есть номер девять. Цифра девять, она ассоциируется со сферой, которая называется ЕСОД. ЕСОД – это основание. И в начале кислева первая неделя, у нас сейчас идет месяц кислев, сейчас будет такая небольшая кабала, но вы поймете, я очень надеюсь. Значит, первая неделя кислева – это буква самых. Окей? Самых у нас она кругленькая такая, обозначает поддержку, как будто нас Всевышний обнимает. И после того, как, друзья, если вас кто-то обнимает, кто-то вас поддерживает, у вас есть потом силы двигаться дальше. Так вот, цифра девять у нас это основание. И так как у нас кислев девятый месяц, и в шаббат это будет девятый день, это очень многое может изменить. Мы не просто находимся в такой энергии, что нас поддержали, нас Всевышний обнял, у нас будет возможность использовать эту энергию основания и сода и изменить и зафиксировать как бы эту сферу именно в этот шаббат, потому что это будет, это девять и сод, сфера девять в девятый день, и это очень важно. Для того, чтобы получить энергию хануки, который у нас скоро будет правильно получить эту энергию, мы должны использовать вот эту цифру девять и использовать поддержку сейчас интересно используют эту поддержку самаха и цифру девять, вот этот ISO для того, чтобы взять эту энергию хашмонаи и других вдохновить, да, то есть победить. Мы можем, если мы правильно возьмем эту энергию, правильно ее подключим, то у нас будет возможность преодолеть какие-то вещи, которые у нас будут происходить в жизни. Это не просто девятое месяц и девятое число, также мы должны обратить внимание на время, друзья, с двух до трех, там можно еще высчитать эту девятую минуту в шаббат и мы, как мы это делаем, мы начинаем с вами молиться и мы молимся, друзья, в шаббат дай мне то, дай мне все, дай мне выйти замуж, дай мне парносы. Нет, когда мы говорим дай мне что-то, это мы как бы не очень уважаем шаббат, потому что именно в шаббат когда мы это делаем, да, потому что в шаббат это последний седьмой день творения и как будто ли уже все у нас есть. То есть нам нужно молиться в этот день с двух до трех, как будто ли у нас уже все есть. Нам только нужен ключ, окей? То есть Всевышний уже приготовил для нас эту браху, уже все есть у Него для нас, благословение, нам только нужен ключ для того, чтобы это открыть, окей? Была такая история Рава Шлома Карла Баха, что вы думаете, он рассказывал, что вы думаете, что Всевышний не хочет вам что-то дать. Вот вы видите, что ворота тфилы, ворота молитвы, они закрыты, и вы ходите вокруг да около, да, то есть вы видите, все закрыто, вы не можете попасть внутрь, вам только нужно взять ключ, вставить за щелку и повернуть, да, то есть нам только нужно взять этот ключ. И Раф Ревсон говорит о том, что нужно молиться, о том, что мы хотим связь, мы хотим, чтобы наше сердце было чистым, да, мы хотим использовать наши митцвод, не только их делать, но только чтобы митцвод нас соединяли со Всевышним, чтобы мы увидели нашу часть в Торе, и чтобы мы получили ключ от всех благословений, которые Всевышний уже для нас приготовил. И этот шаббат – это основание, основание, которое, когда мы начнем с вами молиться, мы можем его изменить. Сейчас, секундочку. И мы хотим создать из себя сосуд для того, чтобы получить уже ту браху, которая для нас есть. Как мы ее получаем? Как мы ее получаем? Мы получаем ее следующим образом. Нам нужно, друзья, это очень интересно, нам нужно поднять руки вверх. Не так, а вот прям совсем вверх. И это называется состояние receiver, да, это мы получаем, окей? То есть мы поднимаем руки вверх, именно в этот шаббат, с двух до трех, и начинаем крутиться. Начинаем, это очень интересно, да, это написано в зоре, мы начинаем крутиться. И таким образом мы получаем вот эту вот браху, которую Всевышний уже для нас создал. Мы делаем это бессимха. Также он посоветовал начать петь нашу молитву, потому что когда мы с кем-то близки, мы поем им песни, да, мы не приходим в банк и не начинаем там петь песни женщине, которая, не знаю, что делает, оформляет какие-то бумажки, да, мы только поем песни нашим возлюбленным, да, нашим людям, с которыми мы очень близки. Поэтому когда мы чувствуем себя близкими со Всевышними, когда мы чувствуем его поддержку, когда мы ему доверяем, мы ему поем. И для того, чтобы активировать эту браху, да, нам он порекомендовал петь молитву и просить Всевышнего, чтобы он убрал от нас эту негативную энергию, если у нас какая-то есть, и просить, что ты хочешь стать вот реальным цадиком, да, реальным праведником или праведницей. И дальше он сказал, что вот эти вот 36, мы знаем, что мы зажигаем 36 свечей, 36 огоньков в Хануку. Чем больше мы будем готовы к пониманию, что такое вот эти вот огоньки, да, что такое Ханука, чем больше мы будем чувствовать эту энергию, которая будет нас связывать со Всевышним, мы сможем зажечь не только огни, который нам дал Всевышний, да, 36 вот этих мессианских огней в Хануку, мы также сможем зажечь наш внутренний собственный свет, да, потому что мы знаем, что свеча Всевышнего – это душа человека, мы обязательно также сможем ее зажечь, если у нас будет правильная кавана. Друзья, для того, чтобы исправить свое основание и для того, чтобы исправить сферу Исот, пожалуйста, в этот шаббат 9 месяца, 9-го дня, начинайте молиться, поднимайте руки вверх с намерением, что вы получаете брахо от Всевышнего, все, что он вам приготовил, всю шефу вы хотите получить, и просите его о реальной связи с ним, да, чтобы через исполнение хороших дел, через молитву, через митцвод, это вас приближало ближе к Творцу, а весь мир приближало ближе к приходу Машеха. Спасибо большое. У меня есть здесь какие-то вопросы. Секундочку, у меня есть вопросы. Только к тем, кто полностью убежал, ко всем евреям. Ко всем евреям, друзья, спускается Нешама и Цера. Вторая дополнительная душа ко всем евреям спускается. Кто-то ее даже чувствует, друзья, кто-то, кто соблюдает шаббат, чувствует. Я не знаю, может быть, я себе накрутила, но я чувствую этот вот приход второй души. Это потрясающее ощущение. В какую сторону крутиться? Все равно, друзья, крутитесь, как вы хотите, потому что это как бы буква самых, да? Вы начинаете крутиться, вы как будто ли находитесь в... Как это? Хаг, да? Как будто ли вас Всевышний обнимает. И Нью-Йорк, да, в Нью-Йорке это тоже с двух до трех. Молитву читать, обычную вашу молитву, которую вы читаете в шаббат. Все. Будьте все здоровы. До встречи на следующей неделе. Очень рада, что мы начали с вами эту серию занятий. И всем шаббат-шалам. Пока.